я рад всех приветствовать и вот такая темка пумба уже полный комплект чтобы был нужен именно этот персонаж его найти оказалось не так просто вот на этом канале есть ролик как в блендер сделать именно пумбу непопулярный я так понял что опять же персонаж в the brush я не нашел как его делают скульптрис не нашел вот только в блендер и моделированием словом посмотрите я опять же иду скульптрис и давайте разберемся как вообще построим череп голова именно пумбы давайте разбираться именно в этой программе вот нашел такой ракурс более менее подходящий хотел взять с ролика ну думаю оставлю эти ракурсы именно автору канала не буду ими пользоваться опять же ставим на симметрию и смотрим что тут да как тут есть нижняя челюсть в этот раз делаем с двух саптулов именно через челюсть нижнюю отдельно и верхнюю отдельно погнали разворачиваем зажимаем колесико разворачиваем вот в такое положение чтобы симметрия была с этой стороны ставим граб немножко колесико уменьшаем и надо это все дело вытянуть но прежде чем вытянуть вернемся на центра shift правая кнопка мыши выравнивает и добавим вот это вот драйва опять же кисть побольше можно детализацию прибавить и вот так все это дело здесь поднакидать клей отключить у кого включен он нам не понадобится именно нужна вот эта вот шишка и shift выводить еще раз поднакидать так смотрим как переделалась сетка вот такая сетка мы погнали работать сразу сетку я не буду отключать посмотрим как все это дело вообще вытягивается работает именно с накидом с накидом так нужен нос нос мы вытягиваем именно ставим граб опять же колесико чуть уменьшаем и немножко все это дело делаем вперед вот таким вот образом нижнюю можно немножко поджать принцип именно крокодила будет наверно вот сетка вы видите что вытянулась ломки такой нету если бы мы не накидали именно драйва наперед то пошла бы ломка и было бы не интересно так теперь я отключаю именно видимо сетки уменьшаю размер кисти и немножко прибавлю наверное интенсивности поработаем вот с глазами сразу и щеки так кисточку чуть еще надо прибавить колесиком увести правое колесико это дело все вертит крутит и погнали ставим опять же граб и немножко делаем вот такой накид вот так теперь прибавим немножко вот эти части ну вот уже точно крокодил и немножко под накидаем нос вот так вот таким вот образом побольше повыше не бойтесь потом все подрегулируем о крокодил гена теперь возьмем кисточку флаттен и немножко это все дело уменьшим и флаттеном немножко вот так вот все это дело выровняем следом давайте поработаем сбоку с этим поставим граб и вот здесь где будут клыки немножко все это дело вот так вот подожмем здесь не немножко еще выкинем вот так вот и попробуем теперь порисовать ставим кризис колесиком приближаем зажатый shift зажатая колесика все это дело тоже переносит по экрану и немножко вот так все это дело порежем вот таким вот образом так это есть наметили глаза немножко тут тоже подрежем смотрим что дк где клык вот эту часть тоже подрезаем потом под накидаем намечаем сразу нос вот так вот потом углубим так следом здесь нос сделать можно острее здесь губу приподнять ну и давайте глаза теперь чуть-чуть углубим поставим драф инверсию включим или используем клавишу сейчас shift или alt клавиша alt вот так все это дело уменьшим немножко прибавим чайник немножко углубим опять же инверсию используем так и тут немножко тоже придаем ну вот что-то такое получилось шифтом выравниваем теперь вот эту часть немножко немножко грабом усаживаем вот так вот нос немножко приподнимаем здесь потом добавим всякие всячины и немножко ее нужно плюснуть вот так вот так ну где то вот такая штука получилась теперь давайте уже поднабросаем именно глаза кисточку можно уменьшить можно поставить уже клей интенсивность можно чуть прибавить и вот так все это дело чуть-чуть поднабросать таким вот образом просто это пока опять же наметка здесь вот в этой части делаем выпуклость и вот эту часть немножко делаем побольше можно даже клей теперь отключить и вот так вот провести так что еще мы тут имеем вот эту часть нужно углубить ставим инверсию кисть побольше колесико уменьшаем и вот так вот можно просто нажимать вот так вот и все это дело углубить вот что то такое получается теперь можно пройти именно флаттеном чуть-чуть все это дело здесь выровнять небо и немножко захватить именно нос тут чуть-чуть тоже залезем вот на эти рамки вот так вот и можно углубить нос опять же граб инверсия вы видите что когда накид прошел что все нормально вдавливается и ломка такая сильно не идет так это мы сделали и теперь нос нужно чуть-чуть подкорректировать вот эту часть припускаем а вот эту часть чуть-чуть уводим в бок вот так вот чуть-чуть можно вот эту тоже часть припустить потом нос еще будем регулировать и немножко его так задрать так ну в принципе наметка прошла нормально наметим теперь давайте уши опять же драв поднабросаем вот здесь вот так вот выпуклость смотрим где уши идут большие не нам не нужны и немножко control делаем маску вот так вот делаем control и shift правая кнопка мыши колесико shift зажатый можно отрегулировать и немножко грабом все это дело приподнять вот так вот уже на пумбу стал похож немножко вот так повыше потом уши подрегулируем теперь control и левая кнопка мыши снимаем выделение опять же делаем пока без болванку потом подгружу какой-нибудь ракурс и уже будем с этим делом работать так это есть клыки вставим уже в the brush можно конечно и тут их вытянуть но программа будет использоваться как болванки для болванок наверно так теперь жмем на новую сферу и жмем add object вот она появилась и вот сюда мы ее добавляем control z отключим 7 и и теперь попробуем еще раз сферу добавить уже по центру вот такая штука как уменьшать жмем grab жмем вот этот limit s и попробуем вот ее передвигать подвинем вот сюда теперь скайл x y z включены grab и вот так вот можем уменьшать прибавлять левой кнопкой мыши в бок так вот где то побольше опять же grab немножко это дело все передвигаем так чуть сбоку вводим смотрим что да как корректируем вот таким вот образом и ставим симметрику окей вот теперь две модели у нас срослись нехорошо получается control z control z немножко еще вот так и передвинем можно немножко припустить и попробовать flat и нам здесь вот так все это дело выровнять вот так вот теперь попробуем под накидать чуть 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 вот сюда вперед и все это дело так вот так вот и все это дело попробуем вытянуть уже граб отключим лимит тоже можно отключить вот таким вот образом так что еще тут должно выйти жмем окей чуть чуть выравниваем граб лимит граб приподнимаем делаем пока вот эту вот одну сторону красные подкорректируем немножко уменьшим опять же использовать эту скайл вот так немножко вот так все это дело опустим опустим вот так ну и немножко наверное так все это дело сюда вытянем теперь челюсть вытягиваем повыше здесь вот так чуть-чуть отводим здесь тоже подтягиваем перетягиваем именно к верху вот так и немножко в бок уводим а эту часть нижнюю чуть-чуть приподнимаем вот так так вот эту часть под скулу на заднюю часть чуть-чуть вот так еще больше вставим ну а теперь опять же сделать симметрию и будем уже тут корректировать обе модели можно использовать маскирование вот таким топором Немножко сплю с ним. Ну вот уже кумба стал получаться. Немножко выгладим шифтом и порежем. Наметим вот так вот эту часть. Если что уже в зебраж можно все будет это дело немножко обрезать. Так, наметим вот эту часть. Вот так вот. Все челюсть вроде нормальная. Снимаем маску и уже здесь можно шифтом и поднакидать. Именно поработать уже кисточкой. Замкнуть вот эти части. Вот так вот. Добавить вот тут еще челюсть. Тут уже можно и клеем походить, чтобы более обтекаемость была. Вот так все выглаживаем. Так, смотрим что да как. Здесь подравниваем. Здесь чуть-чуть вот так вот выровняем. Вот так вот. И немножко вот здесь вот так вот. Хватаном пройдем немножко округлим. Ну вот уже вроде прикольный пумба. Теперь ставим кисточку побольше и вот эту часть немножко оттягиваем дальше. И вот эту часть тоже. Немножко вот так вот корректируем к шее. Делаем подобие шеи. Вот так вот. Вот так вот. Так вот эту часть чуть-чуть уменьшим. Эту чуть-чуть подтянем. И немножко опять же флаттеном вот здесь вот так вот подкорректируем. Вот таким вот образом. Немножко вот здесь пустоту заполним, поднакидаем. Клей можно выключить. Шифтом выглаживаем и немножко опять докидываем. Флаттеном потом доработаем. Так. Все. Переход сделан. Теперь можно еще здесь вот набросать немножко челюсть. Побольше. Так. Вот что-то такое получается. Так. Теперь углубимся именно вниз вот сюда. Опять же инверсию не забывайте ставить. вот таким вот образом. Так. И теперь срастим вот эти вот части. Ctrl Z. Ставим флаттен. Отключаем инверсию. Немножко вот здесь вот так вот. Позаполняем все это дело. Не забывайте einzelку. Не забывайте. Немножко вот здесь вот так вот. Так, и немножко Flatten все это дело сравняем, вот так вот. Поработаем немножко резко, и так посмотрим, что тут да как, вот тут подрежем. И немножко вот тут вот так вот тоже. Так, теперь грабом вот эти части немножко вытянем вперед, вот так вот. Латаном немножко нос подкорректируем. Сделаем немножко вот так вот обтекаемость с носа на губу. И докидаем вот здесь немножко губу именно уже драйвом. Так, ну и немножко так вот здесь вот вот эту часть вытянем, а вот эту часть немножко вытянем. Вот так вот. И к носу чуть-чуть уже, вот так. Освобождаем место вот здесь вот под клык, немножко опять же Flatten нам пройдем, выровняем вот так вот, наметим что здесь будет клык, немножко подкорректируем, так смотрим что да как, глаза намечены, скулы намечены, ну и немножко вот здесь вот прибраться надо тоже. Добавим пару складок к носу. Вот здесь вот так вот. И вот здесь добавим тоже мяско немного вот так вот. и Flatten нам немножко здесь вот так вот округлим. Так, это тоже подровняем и немножко резкий глаз. И добавим здесь вот так вот хребет немножко. вот так вот. Немножко Flatten здесь вот так вот выгладим вот эту часть. Вот так. И немножко поработаем с ушами уже инверсия и клык отключаем. Вот так вот выдавим. Уши немножко вот так вот поднакидаем, выгладим. поднакидаем по поля с двух сторон, чтобы они не ломались потом. Уменьшим кисть граб и вот эти части чуть-чуть поднимем, а вот эти чуть-чуть вот так отведем. И немножко еще повыше. Так, вот что-то такое. Теперь Flatten нам все это дело немножко сгладим. И немножко драйвом с инверсией чуть-чуть углубим кисточкой маленькой. Вот так вот. Немножко добавим вот здесь вот складку на ухо. и вот сюда ее чуть-чуть выведем вот. Где-то так. И немножко резки с большой интенсивностью вот по внутренней части рта. Вот здесь будет уже язык потом добавлен. Немножко все это выгладить. Можно язык сразу вот так вот чуть-чуть наметить. И потом его просто пролепить, не вставляясь и не принципиально все это дело. Вот здесь вот Can тоже наметить. Вот так вот. Немножко уменьшить интенсивность и отбить нос. Вот так. И снизу вот так вот. И вот эти части носа чуть-чуть увести вот сюда вот так. А перец носа чуть-чуть вытянуть. Ну вот уже прикольный Пумба. Потом останется единственное, что поработать. Где-то вытянуть, где-то что-то подрегулировать с головой. Можно даже челюсть, наверное, вот эту еще немножко больше вот так припадать. И вот эту часть немножко больше вытянуть. Так что с губой тут. Выглаживаем губу. И попробуем ее немножко маленькой кистью сделать поровнее. Вот так вот. Вот таким вот образом. И поменьше. Вот так. И вот эту часть тоже чуть-чуть увести побольше. И вот эту часть заднюю чуть-чуть вытянуть. Вот так вот. Так, что еще тут с носом? Чуть-чуть приподнять. Вот эту губу нижнюю чуть-чуть приподнять вверх. Ну вот теперь вставить глаза. Кое-где долепить. И уже заиграет персонаж. Уже более-менее станет похож. Вот так все это еще ниже опустить. И немножко вот так вдаль увести. Так вот эту часть еще приподнять. И вот эту часть немножко еще дальше отвести. Здесь уже будет переход на шею, на тело. Так что внимания много здесь не уделяем. Ну вот получилось две детали. Вот такая наметка именно пумбы. Уже тут надо смотреть боковой ракурс. Как он будет выглядеть. Где тут у него уходит, где заходит часть какая. Здесь вот можно сделать даже еще потоньше. Определив ему именно челюсть оформить. Вот эту вот. А здесь сделать чуть-чуть потоньше. Вот от губы. Вот так вот. Ну вот уже более-менее. Уже прикольно. Сверху тоже вроде нормально. Единственное, что можно еще чайник вот этот. Вот эту часть. Вот так. Увести чуть вот сюда вот так. Ну вот уже голова поменьше. Уходит на шею уже что-то. Так. Челюсть отделилась. Все правильно. Она и должна так быть. Ну и сюда вот так вот можно поднакидать именно массы. Вот. Нос теперь, наверное, еще побольше. Вот так аж. Вот. Где-то вот так. И вот эту часть немножко вот так вот припадать. А вот эту часть немножко опять же вдавить. Сделать ее чуть-чуть к носу вот так вот. Вот. Уже что-то. Ну и вот эти глаза. Немножко вперед вот так подать. Вот так вот. Все. Всем пока. Вот такая вот болванка головы получилась. Вот такое построение у пумбы. Теперь можно ее еще доделывать. Добавить здесь еще сферы. Добавить здесь же ноги. И персонажа можно сделать полностью в скульпте. вот так вот все это дело выглядит. Все. Всем пока. Все. 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 Все.